Поймите, мы школу ждем не первый год и не второй. Мы ее ждем восьмой год. Ровно месяц назад министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков с рабочим визитом уже посещал строительство школы на 1100 мест в 10 микрорайоне. К сожалению, с тех пор работы здесь по сути не начинались. Поэтому очередной визит Романа Игоревича на строительство объекта образования напрашивался самим собой. Ситуация вопиющая. То, что обещал подрядчик, ничего не исполнено. Хотя все обязательства, которые давали мы ему, выполнены. Сейчас мы с ними проговорили. Через каждую неделю будем встречаться, чтобы они давали нам отчет, что происходит. По словам Елены, проживающей в данном микрорайоне, строительство школы здесь ждут уже 8 лет. А пока родители улицы Молодежной вынуждены возить своих детишек в 21-ю школу. Естественно, это очень неудобно. Потому что, ну, представьте, по двое, по трое детей у людей. Добраться до школы – это и финансово накладно, и родителям нужно не работать. Вот я до сих пор не выхожу на работу, потому что вожу детей в школу, забираю со школы. Однако, несмотря на сложившиеся трудности, график открытия образовательного учреждения никто не отменял. 1 сентября школа должна открыться, потому что огромный микрорайон. Жители ждут этой школы уже 8 лет. И сдвигать ее на декабрь или на какие-то другие даты, из-за того, что нерадивый подрядчик, мы не будем. Дабы отслеживать процесс строительства объекта, инициативная группа жителей предложила создать в социальной сети Телеграм-чат, в котором подрядчик каждый день будет в непосредственном диалоге с жителями и рассказывать им о ходе работы. Вот этим механизмом мы сейчас воспользуемся. Ну и плюс, соответственно, коллеги, жители, которые ведут и домовые чаты, они также будут нас информировать относительно того, что здесь происходит. 2,5 года назад, наверное, мы закладывали первый камень, всем в микрорайонам вышли. Мы следили, пока ждали очень долго, пока забор поставят. Фотографии у нас в группе микрорайона, у нас фотографии групп выкладываются просто вот изо всех окон. То есть со всех ракурсов стройка школы. У нас завезли кирпичи, весь микрорайон уже знает. Привезли утеплитель, весь микрорайон видит. Вот, поэтому тут у нас разведка поставлена хорошо. Вот, мы все следим, наблюдаем, очень волнуемся. Волноваться жителям, конечно, есть за что. Что, нынешний подрядчик лишь неделю назад поменял на месте стройки руководителя. Поэтому мы связались с основными акционерами, проговорили, они нам должны до конца дня тоже предоставить информацию. Но я надеюсь, что темп увеличится, и в течение следующей недели мы будем контролировать. Приедем еще раз на объект, и тогда уже в ходе посмотрим, какая динамика, и уже будем принять решение. В июле будет завершена школа, 1 сентября пойдут дети в школу. Какого года? С этого года, 21-го года. 21-го года, слышали? Егор Кабанов и Дмитрий Курунов для программы «Городские вести».